мы всегда стараемся учиться наращивать свое мастерство делиться с вами своими наработками в результате получается у нас каждая головка эксклюзивная и неповторимая давайте разрежем сыр качёта это качёта у меня из козьего молока с крапивой и тыквенными семечками срок выдержки 6 месяцев головка небольшая но она вызвала посмотрите как красиво распределены равномерно тыквенные семечки корочка уже посмотрите ближе к краю уплотнилась внутри более такая как бы сказать не совсем такая видите плотная она отличается но если дать выдержку до года то тут тут тоже и кристаллики будут появляться зернышки прям так приятно вот семечко хрустит во вкусе знаете такое вот прекрасное сочетание знаете как бы такой вот нейтральная никаких вот ярких вызывающих вкусов здесь я не чувствую да вот да цветочный аромат здесь тоже чувствуется покрываю головки сыра латексным покрытием сейчас первый слой после того как он высохнет нанесем второй слой после нанесения латексного покрытия кисточку храните в воде так вы ее можете использовать несколько раз ну то есть много раз скорость обсыхания латекса на головке сыра будет зависеть также от влажности головки чем головка сыра влажнее тем латекс будет медленнее сохнуть для ускорения процесса обсушки я вам рекомендую поставить под вентилятор если вентилятора нет может высыхать в холодильнике я сейчас продолжу покрывать латексом другие сыры а вы пишите в комментариях какие вы хотите видеть сыры на нашем канале еще один заказик здесь у нас сыр камамбер легера с черным ферментированным чесноком чедр из козьего молока с улугуни с тонцом бременталь в подарок и соус к сыру в подарок а это другой сырный набор и здесь уже сыров побольше здесь все сыры из коровьего молока что мы видим наборе шеврики с разными вкусами в разных специях морбье с трюфелем в масле левьен с белыми грибами это сыр белой благородной плесени камамбер сыр олджек из коровьего молока бременталь выдержанный сыр тернарию с белыми грибами кочаковала с пожитником копченый сыр в подарок соус к сыру и сулугуни с тунцом вот такой вот набор получился для нашего клиента я вам желаю приятного аппетита а те кто не пробовал наши сыры заказывайте к любому празднику или просто так дегустация сыр сулугуни с тунцом выдержка два с половиной месяца посмотрите сколько здесь тунца замечательное сочетание у нас есть много таких головочек он у нас всегда в наличии этот сыр у нас не просто как бы мы его сделали мы его еще и закоптили коптили на натуральной щепе это набор другого человека постоянный наш клиент пробиотический сыр один килограмм сыр нужно было разрезать на три куска сыр бременталь выдержка более года здесь у нас кусочек 340 грамм и сулугуни с тунцом дегустация сыр с черным ферментированным чесноком из коровьего молока сыр с ярко выраженным вкусом сразу чувствуется аромат чесночный но знаете мягкий вкус потому что это чеснок ферментированный черный этот сыр как можно и натереть на терке или просто порезать на обратите на его структуру видите он уже такой как бы колется то есть он очень такой плотный а вызревал этот сыр у нас все не полностью был в сене и в бандаже такие сыры делаем мы из коровьего молока сыр обладает выраженной солоноватостью вот кто любит сыры посолонее то можете вот его точно заказать подарочный набор оформлен здесь у нас сыры 12 видов сыра в наборе а пашихонские из козьего молока бременталь песто из козьего грандсильвер из козьего дуглас трюфель из коровьего легера песто тунец из коровьего швецен из козьего молока качковала с пожитником из коровьего молока шеврики в масле с разными вкусами из коровьего молока бременталь из коровьего молока олджек из коровьего молока фирменные наши сырочки бел перкнули с нашими нюансами приготовления подарочек булл зеленая джика и карпаччо здесь у нас 12 видов сыра в наборе сыр видите твердый и полутвердый сыры в масле прекрасно доезжают вы получаете ароматные классные сыры тем более сейчас погода знаете холодная прохладная сыр курт готов здесь меня добавочка трюфель и в классическом варианте посмотрите как он выглядит внутри сыр обладает ярким вкусом он полностью сухой и и теперь я его завакуумирую по отдельности отдельно в классическом варианте и отдельно с трюфелем так как этот сыр у меня весь отправляется в заказ курт это сухой сыр в виде маленьких шариков приготавливаю я этот сыр из пастеризованного коровьего молока на закваске вкус чистый кисломолочный такой сыр чаще всего называют походной потому что он хорошо хранится и всегда можно в каком-то мешочке его держать в сумочке захотели покушать взяли один шарик и можно сказать что вы наелись вы видите сейчас сыр который находится в масле он не просто в нем находится он в нем еще и вызревал это сыр из козьего и коровьего молока нас раскололи и порезали на вот такие вот большие кусочки вот три кусочка вот таких весят около 300 грамм выдержка уже более двух лет сыр в масле приобретает сахаристую структуру так же как и сыры которые вызревают длительное время без масла обалденный вкусный ароматный очень концентрированный и яркий вкус помещаем вакуумный пакет соответственно без масла но масло на сыре есть и небольшое количество и вот так вот выглядит копчение окончено сыр поместили обратно в камеру выдержки сыров красивые ароматные очень вкусные получились наши сыры копчение прошло как я говорила внутрь и сыр закоптился дегустация сыра головки наши созрели здесь у нас сыры из козьего молока вот эта головка например аж от 21 года ей то есть ей два два с половиной года где-то сейчас посмотрим как она выглядит внутри это наш швецен из козьего молока выдержка больше одного года там у нас тоже швецен две головки у нас олджек и это маленькая головочка пашихонский это ред дуглас из козьего молока головка это весит 8 килограмм посмотрите какой здесь я сделала креатив я когда формировала а сыр швецен я сделала сверху и сквозь из коровьего молока а вторая нижняя часть из козьего молока и в итоге получается видите такая вот линия разделяющая сыр неимоверно вкусный дегустируем всей семьей просто шикарный результат обалденный вкус яркий острый насыщенный классный сыр во вкусе молока слышен аромат луговых цветов это старичок сыр тернарио из козьего и коровьего молока выдержка два года два месяца мы его раскололи вот сейчас антон чуть-чуть божественный красавчик шикарный давай дегустрировать слушайте какая острота шампанским отдает настолько он вообще потрясающий результат не спрячешь все видно через картинку кто понимает сырах тот скажет да ребят вы молодцы крутой сыр он потрясающий яркий отдает шампански смотрите как тебе антон поделись своими ощущениями заказать вообще класс весь он в кристалликах молочного сахара ценители гурманы обязательно пишите нам чтобы мы вам оставили хотя бы кусочек маленький также тернари у нас есть с разными ну то есть наполнениями добавочками натуральными тоже головки зреют я когда вижу сыры мне обязательно хочется попробовать естественно других производителей других сыроварен это нормально мне хочется попробовать именно выдержанные сыры но обычно это вот такие твердые сыры до которых выдержка больше года я вам честно скажу что вкуснее своих сыров я еще не пробовал я не сомневаюсь что есть по вкусу аналогичные сыры такие же острые такие же с ароматом луговых трав друзья но мне пока еще они не попадались хорошем смысле ну кайфую и получаю радость удовольствие и просто счастье от того что мы смогли сделать такие качественные сыры настоящие сыры полностью натуральные друзья это просто я считаю для нашей страны победа и свершение в каком-то в какой-то мере да в хорошем смысле этого слова я знаю что многие люди ищут ищут сыры натуральные классные крафтовые ну вот берите и заказывайте наши сыры разрежем сыр швецен из козьего молока сварен из 50 литров молока выдержка 6 месяцев муж уже продегустировал маленький кусочек и он будет ближе к голландскому что-то отдает с выраженными ореховыми нотами структура у сыра закрытая посмотрите какой красавчик просто потрясающий нежненький такой здесь еще нет таких явно выделенных кристалликов сахара структура эластичная сырный яркий вкус элегантный эстетичный элегантный сыр дегустируем маленькая головка сыр пашихонский варили из 18 литров козьего молока вытяжка 6 месяцев красивый сыр на разрезе соответствует его производству беленький ароматный нежный посмотрите какой сыр эластичный муж за кадром говорит да он просто офигенный нужно делать больше из коровьего еще молока ну да вот во вкусе прямо знаете вот тот российский который вот мы ели до сыр классный сыр нам понравился это сыр у нас red douglas из козьего молока выдержка больше одного года варили из летнего козьего молока ароматы луговых трав явно чувствуется именно вот цветочный такой вот аромат который раскрывается естественно при выдержке вот мы решили что red douglas и из козьего молока мы также будем подкрашивать обязательно в такой вот оранжевый цвет чтобы несмотря на то что это хотя и козье молоко до привыкли считать их белыми сырами но мы все-таки будем выделять в этой линейке сыров вот таким вот оранжевым цветом и из козьего молока тоже потому что ну чтобы придать свойственно этому сорту сыра цвет в меру острый и с ярко насыщенным луговым цветочным ароматом сегодня у нас дегустация просто замечательная муж и я мы все ничего так сильно много трудились и вот к вечеру у нас освободилось время когда нужно собирать заказ то есть предлагать клиентам вот мы режем соответственно обязательно снимаем дегустации сыров ведь это столько времени мы ждали чтобы вот разрезать поделиться с вами собрать заявки дальше мы знаете прям прибодрились вдохновились как говорится второе дыхание открылась так довольны результатом что сыр реально такой обалденный такой вкусный возрождение вдохновение происходит у нас короче просто класс хорошие сыры похвалим себя мы молодцы это все не сразу происходит ребят нужно много приложить сил усилий терпения пока я отвернулась антон уже разрезал головку улджек это у джек у нас из коровьего молока вот такого и вот солнышко на нас сейчас смотрит ну классный у джек приятной нежной вообще отлично подходит вот когда к завтраку кофеечку чай очков замечательно вот сейчас он пьет чай утром я ему заварила часть чабиром и вот сыр себе отрезает кусочки семейная сыроварня елисеевых это предприятие которое занимается производством различных видов сыра название нашей сыроварни произошло от нашей фамилии елисеевых производство наших сыров существует уже давно более десяти лет мы следуем своим традициям с родили в россии имеют глубокие корни и многие из нас знакомы с традиционными сырами такие как российские или голландские однако есть и те кто хочет привнести что-то новое в эту область как например мы с антоном семейная пара сыроделов которые не только сохранили традиции но и создали новые вкусы коллекции нашей сыроварни елисеевых есть мягкие сыры есть твердые сыры есть полутвердые особое внимание мы уделяем созданию новых вкусов и ароматов мы постоянно экспериментируем с различными добавками и специями чтобы предложить своим клиентам что-то необычное и вкусное подписывайтесь на все наши социальные сети мне здесь очень много сыра всего разного и нужно вот сейчас собрать несколько наборов это у меня сыры после того как мы продегустировали я большие куски вакуумирую и вот сейчас я какие маленькие кусочки по наборам а большие я раскрываю и вижу на более маленькие мне подарили перьевую ручку вот так она выглядит классно мне так нравится я все сыры подписываю именно ей тернарию с белыми грибами а это я ребят оформляю большой набор здесь у нас разные сыры здесь наборе куски по 250 450 грамм такой был 700 грамм из коровьего молока короче это будет мега набора это сырочек у нас дуглас россии мы отправляем твердые полутвердые и вяленые сыры все сыры упакованы видите надежно вакуумную упаковку все доезжают отлично все сохраняется прекрасно вы только получаете помещайте свои сырочки в холодильник они остывают и можете приступать дегустировать рекомендую кушать по одному кусочку вот вы достали вас вакуумной упаковки скушали потом открываете другой вид сыры вакууме они хранятся очень хорошо в холодильнике и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал!